привет привет мы продолжаем и сегодня работаем с классом nested frames и вполне если вы смотрели предыдущие видео где мы работали просто с frames здесь немножко иной вариант работы с фреймами такими сказать вложенными где у нас есть child frame и parent frame поработаем то есть они не отдельно они вместе друг с другом вложены ну то есть например вот мы перевести как вложены рамки то есть они у нас нас тут вложены вот кстати говоря супер переводчик я не помню говорил о нем dipel называется он очень мощный такой быстрый и самое главное если его устанавливать на windows то ну я не знаю наверняка есть переводчики подобные я считаю что это лучше по тексту особенно если допустим вы не сильные там в принципе в английском и нужно перевести какой-то английский айтишный там статисты термонологии тексту этот переводчик супер подходит отлично переводит просто берете любой текст выделяете и дважды там нажимаете control и либо command и зажали и нажимаете дважды си типа как control c и как будто копируете дважды тут нажимаете и открывается сразу перевод текста который вам нужен вот соответственно даже если вот этот текст возьму он достаточно понятно переведет как бы и даже если не знаете английского языка так все это значит закрыли окей все переходим далее не забываем подписываться ставить лайки подписываться на телеграм-канал телеграм-чат будем общаться пишите комментарии пишите в разные вопросы какие возникают и если вы не знакомы с моим курсом повествования то обязательно посмотрите начиная с первого видео ну либо посмотрите просто работе с тест на фреймс возможно вам будет это полезно так иначе нас тест на это фреймс затем у нас будет опять таки единственный тест ну поскольку нас так получается такой у нас дали нам такой сайт с таким сайтом поработать фреймс пам-пам-пам так сразу нам ссылочки пожалуйста спасибо и место так далее а поистине кому сейчас мы все тут сделано красиво так здесь мы импортируем я сказал мы импортируем и здесь мы импортируем тоже сразу используем сразу добавим сюда локаторы локаторов у нас тоже есть немного их будет здесь четыре почему четыре сам фрейм и его текст сам фрейм и его текст текст незамысловатый как вы можете заметить театр и претендить от фрейм и айфрейм фрейм и пара текст но нам же и проще как говорится заказчик барин итак айфрейм первый итак айфрейм первый ну достаточно тоже у нас суть все просто айфрейм первый айфрейм где у нас там child сейчас скажу первое у нас ну да там локатор конечно интересный первый файл 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 у нас понятен потому что у нас тоже самое есть здесь повыше вот такой и напишу просто parent child child фрейм там поинтересней будет как здесь я сразу сделаю текст и тут я сразу сделаю child текст так значит здесь нам надо немножко по-другому поскольку ну вы видели у нас называется source doc child фрейм вот я пожалуй это все скопирую и добавлю таким образом это у нас будет child фрейм текст значит child фрейма у нас будет здесь будет будет у нас здесь пи просто параграф поэтому также я сделаю просто у нас здесь будет пи а parent parent у нас лежит в боди поэтому я просто сделаю боди и вы как бы вы понимаете то есть у нас здесь есть боди тоже всего сайта и боди фрейма это можно сказать windows точнее этот самый дом элемент в том элементе и нос если там дерево дом деревья и новое имеется ввиду как две странички отдельные поэтому когда мы переключимся на этот фрейм и выберем body точнее вот здесь вот body переключившись на parent фрейм у нас будет только этот body считываться соответственно нам достаточно просто использовать тег body body все с этим закончили далее идем уже работать серьезными вещами писать мощный один мощный один метод который будет проверять и так и будет называться чек мест от фрейм чек на статай и ниже мы сначала определяем parent parent фрейм self элемент из презент опять-таки потому что нам не нужно не как взаимодействовать parent фрейм окей далее переключаемся на него switch switch to frame а и какой-то нас будет frame далее там мы берем parent parent текст parent текст здесь у нас будет также self-element is present self-locator parent текст текст взяли теперь мы переключаемся на child нам теперь нужно определить child frame ну я даже думаю такую сделаю здесь наверное можно или нужно сделать отдельную функцию которая будет выбирать текст из ну в общем вы видите что здесь повторяю один тот же набор опять-таки можно сделать как бы более оптимизировано меньше там строк сделать более компактно да действительно можно почему бы нет вот но я даю возможность вам пофантазировать есть например вот бывает но я вот как-то начинал учиться изучать я всегда копировал за человеком который рассказывает и очень сложно самому делать ну как еще делать за меня и мозг ленится и горит а хрена давай повтори там она запомнится естественно но но она запомнится но если вы сами что-то придумать это делаете она запомнится конечно же лучше так что мы это умеем в итоге мы находим наш фрейм переключаемся на него забираем оттуда текст потом сразу же не переходя в дефолтный контент это не то как у нас было в обычных фреймс а где у нас надо зайти здесь посмотреть выйти в дефолтный контент и переключиться на второй фрейм у нас они тут вложены поэтому находясь здесь в паран фрейм мы не переключаясь и точнее не выходя в дефолтный контент мы переключаемся сразу на час на ребенка на дочерний фрейм сразу здесь переключились и от из него получаем текст и ну и понятное дело все это возвращаем так и у нас получается паран текст чайл текст и все это что это будет на стат фрейм пейдж чек на этот фрейм окей окей давайте прежде чем проверять мы сначала проверим правильно ли мы что вообще получаем там может быть ошибки какие-то и давайте посмотрим что же у нас получится в итоге так видите мы четки дождались какая-то случилась ошибка посмотрим что не так ну не так потому что я не указал правильный локатор чайлд фрейм но вы наверняка тоже заметили пики а сейчас опять будет у него ошибка он не добавил вот вы молодцы если заметили ну так мы получаем parent фрейм и child фрейм текст поэтому я делал здесь а сердше не здесь пом 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 сразу тут добавим то есть нас фреймс да знат экзист не существует условно я такое придумал негативный месседж и все у нас тест проходит ну теперь по классике мы все это дело коммитим и пушим наш гид как коммит и пуш коммит и пуш ветка лерс фрейм windows окей окей итак на этом все поэтому приведите свои мысли в порядок любите чай кофе и обязательно возвращайтесь а